Здравствуйте! Это «Хлебный край» – программа о заботах и достижениях агропромышленного комплекса Алтайского края. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто же был лучшим в сезоне 2017 года? Сегодня мы расскажем о победителях краевого трудового соревнования среди работников АПК. О тех сельчанах, которые на самом деле просто добросовестно выполняют свою работу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По оперативным данным Минсельхоза Российской Федерации, в 2017 году земледельцы Сибирского федерального округа вырастили свыше 16,5 миллионов тонн зерна. Это на 2 миллиона больше обычного урожая. Неоспоримым лидером среди 12 регионов остается Алтайский край. Омская область, которая занимает второе место по объемам производства, собрала почти на 2 миллиона тонн меньше. Еще ниже планка у новосибирцев, красноярцев и кемеровчан. Эксперты сходятся во мнении, что потенциал алтайской пашни далеко не раскрыт. Сегодня для наращивания производства есть все предпосылки. Этому способствует и тот факт, что мощности региональной зернопереработки, даже при нынешнем урожае, остаются загруженными в среднем на две трети. Возможность увеличения объемов зернопроизводства подтверждают результаты работы тех аграриев, которые стали победителями традиционного трудового соревнования. Их чествовали, как обычно, на региональном празднике – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поклон вам, друзья дорогие! Наше приветствие всем, кто с бригадой в поле встречает рассвет! Кто трудится славно на ферме! Всем, кто в сельском труде обрели счастье и смысл жизни! Кто занят большой и серьезной работой в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности! Поклон вам до земли! Такие праздники, как День работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности дают нам возможность от всего сердца поблагодарить работников и ветеранов агропромышленного комплекса за труд, высокий профессионализм и верность славным традициям алтайского крестьянства. Нынешний год принес очередные рекорды. Алтайские земледельцы собрали 780 тысяч тонн гречихи. Это третья часть мирового производства культуры. Такого объема достаточно, чтобы обеспечить на весь год полезным продуктам питания в 80% населения нашей страны. Свекловоды вырастили более 1 миллиона тонн сладкого корня. Такие показатели гарантируют надежную базу для развития сахарной промышленности региона. По урожайности сахарной свеклы Алтай занял третье место, уступив Ставропольскому и Краснодарскому краям. Все эти достижения стали возможны только благодаря труду наших аграриев. Не случайно именно с вручения медали за труды по сельскому хозяйству началось награждение лучших работников отрасли на региональном празднике. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу медалью за труды по сельскому хозяйству награждена. Беляева Надежда Анатольевна. Главный зоотехник сельскохозяйственного предприятия «Урожайное. Советский район». Звания «Почетный работник сельского хозяйства Российской Федерации» были удостоены несколько человек. В их числе Сергей Клочков, тракторист хозяйства «Раздольное» Топчихинского района, Александр Миллер, тракторист крестьянского хозяйства «Гуково» Ключевского района, Николай Мозгов, агроном хозяйства «Кипринское» Шилоболихинского района, Александр Неретин, механизатор СПК «Хлеборобный» Быстроистокского района. Этой наградой был также удостоен директор сельхозпредприятия «Октябрьское» «Зонального района» Алексей Бабаков. Под руководством этого грамотного специалиста предприятие не только добивается высоких производственных показателей. Хозяйство взяло на себя ответственность и за социальное обустройство села. Это один из ярких примеров того, как агробизнес понимает сегодня, что таким образом он инвестирует в благополучное будущее своих дружинников. Еще два года назад здесь был пустырь. После приезда делегации во главе с нашим губернатором Александром Богдановичем Карлиным, когда мы сюда на этот пустырь завезли, была первая планирована детская площадка, которая находится за моей спиной. Он кивнул, ребята, давайте помогать, и построим на этом месте стадион. Люди умеют работать, люди должны уметь отдыхать. Поэтому первое, что мы начали создавать, искать какие-то пути софинансирования. Но то, что у ребятишки у нас постоянно здесь детские голоса звучат, от этого получаем большое удовольствие. Почетного звания заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации удостоены. Атаева Зинаида Викторовна, старший мастер участка сыродельного цеха обособленного подразделения Барнаульского молочного комбината в селе Быстрянка, Красногорский район. Государственные награды на закрутках монетный двор выпускает только для военных и для аграриев. Поэтому, когда говорят, вот битва за урожай, адресуйте на монетный двор, там дадут справку, что такое битва за урожай. Также приказом министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева за многолетний добросовестный труд, звание почетный работник АПК России удостоены Нина Абронова, заместитель главы крестьянско-фермерского хозяйства «Наука» Игорьевского района, Александр Животиков, механизатор хозяйства «Верный путь» Новичихинского района, Вадим Смагин, директор Бочкаревского пивзавода Целинного района. Особое место в краевых наградах занимают губернаторские премии за верность профессии. Сегодня их вручают в нескольких отраслевых направлениях. Ими отмечены те специалисты, которые посвятили своей работе около 40 и более лет. Распоряжением губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина за значительный вклад в развитие сельского хозяйства Алтайского края премии губернатора Алтайского края за верность профессии имени Семена Пятницы и Варвары Бахолдиной удостоены. Ашенбреннер Иван Иванович, кавалер Ордена Трудовой Славы Третьей Степени, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Романовский район. Копкин Сергей Алексеевич, заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации, механизатор общества с ограниченной ответственностью Россия, Новичихинский район. Петров Александр Васильевич, водитель акционерного общества Каратаякско-Хабарский район. Чернышов Владимир Филиппович, кавалер Ордена Знак Почета, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, почетный гражданин Алтайского края, Целинный район. Более 60 лет трудовой стаж Владимира Филипповича в сельском хозяйстве. Мы с Владимиром Филипповичем позавчера, Владимир Филиппович, да, пообщались по телефону по очень хорошему поводу. Ему исполнилось 80 лет. Я в разговоре сказал, что Владимир Филиппович, что-то не очень хорошо слышно вас. А он говорит, да я на производственной базе нахожусь. Это у вас там в кабинете все хорошо. У нас тут слышимость похуже. Вот что такое, 80 лет в исполнении Владимира Филипповича. Всем желаю. Премия губернатора за верность профессии имени Бородина и Качесова удостоена Галина Бухтоярова. Из 42 лет трудового стажа, 23 года она отработала заведующей лабораторией предприятия «Модест». Премия губернатора за верность профессии имени Турченкова вручена Раисе Бачуриной, начальнику производственно-технической лаборатории предприятия «Алтайская крупа» Советского района. Премия из-за верность профессии имени Пивиковой награждена Надежда Козырева, начальник колбасного цеха Каменского мясокомбината. В области садоводства премии за верность профессии имени Калинины удостоены сразу два научных сотрудника Научно-исследовательского института садоводства Сибири – Зоя Долганова и Ольга Мочилова. Оба ученых начали свою исследовательскую деятельность еще в 70-х годах прошлого века. Сегодня в институте есть научные работы, аналогов которых нет в мире. Например, в лаборатории биотехнологии создают новый сорт вишни на основе изменения числа хромосом в клетке. Мы стараемся получить формы, которых вообще нет нигде в мире, то есть уникальные совершенно формы. И именно сорта, в которых мы называем их полигеномными, то есть это сорта, в которых собраны гены с разных-разных уголков земного шара. Но тем не менее они должны, мы планируем, чтобы они достаточно гармонично объединились и дали вот такой вот какой-то уникальный организм. У нас вообще совершенно оригинальный генофонд. Нигде в мире такого нет, потому что он создавался именно на основе местных сибирских аборигенных видов. Среди муниципальных районов в нынешнем трудовом соревновании лучшими в зернопроизводстве стали Поспелихинский, Тогульский, Волчихинский, Табунский, Зональный, Тюменцевский и Заринский районы. В молочном скотоводстве призовое место получил Бийский район. Средний удой от одной коровы там составил 5444 килограмма. В мясном скотоводстве – Егорьевский район. Прирост скота в живой массе у них составил 51%. Победителями краевого трудового соревнования среди коллективов хозяйствующих субъектов за достижение наивысших показателей с награждением дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией признаны. По Олейской зоне – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Колос», Локьевский район, директор Бенцлер Сергей Александрович. По Восточной зоне – коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря», Тогульский район, председатель Пантелеев Владимир Николаевич. По Западно-Кулундинской зоне – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Смирненькая», Кулундинский район, генеральный директор Эльзбер Михаил Федорович. По Придгорной зоне – коллектив закрытого акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие Урожайное», Советский район, генеральный директор Гранкин Василий Иванович. По Приобской зоне – коллектив акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство Пригородное», город Барнаул, генеральный директор Бандеев Игорь Владимирович. По Центральной зоне – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Кытмановская», Кытмановский район, генеральный директор Пресняков Юрий Николаевич. По Восточно-Кулундинской зоне – коллектив сельскохозяйственной артели племзовода «Степной», немецкий национальный район, председатель правления БОС Петр Рогустович. Петру Рогустовичу присвоено звание «Лучший руководитель сельскохозяйственного предприятия 2017 года». Ему вручается лента «Лучший руководитель», диплом губернатора и денежная премия. Уже второй год подряд абсолютным лидером среди мастеров машинного доения остается Наталья Бурыкина из агрофирмы «Урожай» Зонального района. За год от каждой коровы она надоила по 9663 килограмма молока. Дипломом победителя и премией в виде автомобиля «Ладогранта» каждой из своих групп с учетом типа зерноуборочной машины наградили следующих механизаторов. Найбергер Василий Вильгельмович, механизатор индивидуального предпринимателя, главы крестьянского хозяйства, Григоренко Владимира Владимировича, Ключевский район. Василий Вильгельмович намолотил на комбайне «Вектор» 39 970 центнеров зерна. По второй группе комбайнов Горбатов Сергей Валерьевич, механизатор общества с ограниченной ответственностью, агрофирма «Урожай» Зональный район. На комбайне «Акрос» 580 Сергеем Валерьевичем намолочено 45 356 центнеров зерна. По третьей группе комбайнов Коростелев Юрий Анатольевич, механизатор общества с ограниченной ответственностью, крестьянского хозяйства «Зайцев», Тюменцевский район. Юрием Анатольевичем на комбайне «Джон Дир» намолочено 58 400 центнеров зерна. Победителями трудового соревнования стали Александр Андреев, мастер по выращиванию и откорму крупнорогатого скота, СПК «Новый путь» Мамонтовского района. Александра Батова, оператор машинного доения коров, хозяйство «Колос Заринского района». Татьяна Готфрид, оператор по искусственному осеменению коров, хозяйство «Комсомольское» Павловского района. Наталья Сель, оператор машинного доения, хозяйство «Славгородское». Анатолий Шевченко, мастер по выращиванию крупнорогатого скота, предприятие «Бочкари Агра» Целинного района. Густав Герзикорн, механизатор хозяйства «Крутишинское» Шилоборихинского района, а также другие труженики села. Их стаж, как правило, около сорока и более лет. Эти люди не мыслят себя без родных алтайских просторов. Они живут по принципу, где родился, там и пригодился. Например, Густав Герзикорн уже на заслуженном отдыхе, но продолжает трудиться на тракторе. Жусь, дождусь опять посевной. Привык я здесь. У меня и внуки уже привыкают к технике. У меня четыре внука. Двое детей. Вы тракторе катаете? Ну а как, конечно, они. Старше у меня вообще не было, я целый день со мной ездил. Вот такие крестьяне и являются лучшим примером для молодежи. Впрочем, те ребята, которые сегодня сознательно связали судьбу с селом, своим трудом доказывают, что старшее поколение может на них положиться. Среди механизаторов в возрасте до 30 лет, добившихся наивысших показателей по краю, на обмолоте зерновых и других культур, с вручением диплома губернатора Алтайского края и денежной премии, признаны по первой группе комбайнов. Гребенюк Алексей Александрович, тракторист-машинист, общество с ограниченной ответственностью, Степное, Табунский район. На комбайне «Вектор» Алексей Александрович намолотил 34 352 центнера зерна. По второй группе комбайнов Дьяченко Евгений Геннадьевич, организатор общества с ограниченной ответственностью, Мельниково, Новичихинский район. Евгением Геннадьевичем на комбайне «Акрос-560» намолочено 45 125 центнеров зерна. По третьей группе комбайнов Трофименко Роман Владимирович, тракторист-машинист, крестьянского хозяйства, Трофименко Владимира Даниловича, город Славгород. Роман Владимирович на комбайне «Клаа Стукана» намолотил 49 235 центнеров зерна. Среди молодых операторов машинного доения коров победителем признана Оксана Спиридонова из хозяйства «Урожайное» Советского района. Она надоила от каждой коровы в своей группе животных по 9213 килограммов молока. В 2017 году награды за добросовестный труд получили 1106 тружеников агропромышленного комплекса «Края». 26 из них были вручены государственные награды Российской Федерации. За 9 месяцев этого года на техническое перевооружение отрасли хозяйства Тюменцевского района направили 143 миллиона рублей. Это почти в 4,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает официальный сайт регионального Минсельхоза. Свой взгляд на события, важные для сельской жизни региона, представит журналист Краевой газеты «Алтайская правда» Кристина Ливер. Здравствуйте. Правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с объединенной зерновой компанией. Документ в перспективе послужит снятию излишков зерна и продуктов его переработки с регионального рынка, пишет Евгений Шумилов. Для Алтайского края, крупнейшего на востоке страны производителя зерна, вопрос его экспорта последние два года стал особенно важным. Мы традиционно занимаемся поставками значительных объемов продукции зернопереработки на инорегиональные рынки. Ежегодно объемы производства муки в 4-5 раз превышают потребности края. Поэтому наши товаропроизводители любую возможность реализации сельхозпродукции поддерживают двумя руками. В России собираются составить реестр наиболее востребованных на селе профессий, сообщает наша газета. Сейчас в отрасли не хватает агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей и инженеров. Между тем, без этих специальностей невозможно вести современное сельское хозяйство, которое было бы конкурентным на мировом уровне. За последние годы в предпенсионный возраст вступила значительная часть работников массовых аграрных профессий. Освобождаемые места не привлекательны для молодежи. Ситуацию нужно менять, поэтому развитие аграрного образования, поддержка науки будет находиться под особым вниманием властей. В 2018 году «Алтайская правда» продолжит рассказывать своим читателям о тружениках агропромышленного комплекса. С наступающим праздником! Увидимся в новом году! 25 декабря исполнилось 5 лет Международному колледжу сыроделия и профессиональных технологий. Его называют учебным заведением новой формации. Колледж обеспечивает профессиональными кадрами предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Ежегодно из его стен выходит около 200 выпускников. О том, кого еще поздравляли на минувшей неделе, в рубрике Сергея Маркова. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно вновь с вами встретиться. Продолжаю знакомить вас с достойными людьми, которые создают славу агропромышленного комплекса Алтайского края и у которых в эти дни был собственный праздник – День рождения. 28 декабря поздравление с Днем рождения принимала Вера Бородулина, заведующая лабораторией селекции зернофуражных культур Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий. Вера Анатольевна – одна из ведущих сотрудников селекционного центра. Совместно с коллективом авторов ей создано 4 сорта озимой мягкой пшеницы, 18 сортов яровой мягкой пшеницы, а также новые сорта ячменя и овса. 55-летний юбилей 29 декабря отметил Андрей Кожанов, руководитель крестьянского хозяйства «Партнер» Михайловского района. Несмотря на суровые условия Кунгинской степи, сегодня это одно из передовых хозяйств Алтайского края. Андрей Анатольевич – сторонник применения мировых технологий возделывания агротехнических культур. Опыт этого предприятия изучают и берут на вооружение многие сельхозтоваропроизводители. В 2017 году урожайность зерновых хозяйств превысила 18 центнеров с гектара. Наши именинники родились в канун новогоднего праздника, поэтому мы сегодня от всей души поздравляем всех зрителей канала «Катунь-24», нашей программы «Хлебный край» с наступающим Новым годом. Всего вам самого доброго. Для вас наш подарок новогодний – выступление Алтайского коллектива. Студентка Алтайского государственного аграрного университета Ольга Шевченко. Артисты Ольга Семенова, Вера Сапутина, Сергей Степочки, Игорь Бикетов, юные артисты детского городского муниципального хора и все участники праздничной концертной программы. Время влияет на дни события, Давид диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия Сильной, свободной, богатой России. Время менять, обещания структивые, Но это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честно любимые, Завтра Россия зависит от нас. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, догоды на столетия? Кто, если не мы, единая команда? Кто, если не мы, науки пропаганда? Кто, если не мы, заставит биться сильной? Кто, если не мы, свободная Россия? Мы стиля не ждем в эпицепте стихии, Мы строим проекты великой страны. Мы помним историю нашей России, Эту историю делаем мы. Дерзко, уверенно, смело, логично, Общие идеи и цели верны. Никто нам не будет, и это отлично, Успех нас зовется к успехам страны. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, наполни на столетия? Кто, если не мы, единая команда? Кто, если не мы, науки пропаганда? Кто, если не мы, составит биться сильной? Кто, если не мы? Свободная Россия, огромная Россия, великая Россия, свободная Россия, любимая Россия. С Новым Годом, наши уважаемые телезрители!